Сегодня я хотел бы себе представить и свой доклад, лекцию получается. Меня зовут Закир Файдар Азатович, я кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра Исламовича и исследований Академии Наук. Татарстан, Фенер Академии Санда, Элькент Фенни Хазметкер. Тема моей лекции «Религиозные и философские взгляды Габдуллы Буби», тему Габдуллы Буби я начал изучать в качестве темы моей диссертационной работы в 2007-2008 году, начало 2008 года. К написанию и защите этой работы ушло очень много лет, путь был очень тернистым, нельзя сказать, был таким легким, потому что практически я получил на руки тему, а сам как бы в этой теме не разбирался, особенно в исламе, в исламских течениях, группах, исламской философии и вообще в исламском вероубеждении и праве получается. Изначально несколько лет я изучал вообще ислам, акиду, вероубеждение, то есть исламское право, какие у нас есть масхабы, и чтобы уже понять вообще, каким образом мыслил сам богослов. Ну, некоторые Габдуллы Буби называют религиозным реформатором. Ну, для меня, конечно, то есть в первую очередь это богослов, потом только уже философ, потому что все-таки основной костяк его работ это работы, в любом случае они богословского характера. Вот, и, наверное, лет 6-7 назад я написал основной корпус костяк диссертации, и уже когда пришел в 2015 году Центр исламешки исследования уже начал готовиться к процессу защиты, написанию автореферата и статей, потому что требования ВАК в то время они изменились. И вот, таким образом, в 2019 году я защитил диссертацию в начале 2019 года. Ну, в первую очередь я, наверное, хотел немножко рассказать про жизненный путь Габдуллы Буби. Он, получается, моя лекция будет состоять из тезисов, которые я буду раскрывать. И, в первую очередь, я хочу рассказать про биографию и жизненный путь, потому что, не понимая биографию и жизненный путь, мы не можем каким-то образом охарактеризовать ход его мысли, каким образом он мыслил и какие идеи он выдвигал. Габдулла Буби, он родился сам в семье потомственных мул, как и большинство мул, получается, среди татар, которые в округе, в Агрыской области, вятской губернии, то есть она славилась своей ученостью, то есть стремлением к знаниям и строго соблюдала морально-нравственные устои общины, получается, деревни. Габдулла Буби рассказывал то, что его отец в плане шариата, ислама был очень жестким, прямолинейным, и в то время, когда он стал имамом в деревне Ишбуби, в деревне было несколько кабаков, и когда он стал имамом, он начал народ агитировать на то, чтобы эти все кабаки были закрыты. И в течение нескольких лет усилиями самого отца, получается, в деревне все исламские устои, то есть они были, как скажем, не реабилитированы, а возрождены. А в семье, получается, Габдулла Буби было трое детей, это брат Губайдулла, сестра Мухлиса, и он сам. Детство, как и большинство детей Мул, проходит в мадресе отца, и здесь отмечается то, что они с раннего детства начали ходить, получается, в мадресе, и они изучали то, что преподавал их отец. Сведений о том, как они росли, практически нет, потому что Габдулла Буби в своих автобиографических записках не оставил нам сведения. Но мы можем догадываться, что дети Мул, имамов, то есть они в любом случае были под особым присмотром деревенской общины, и в любом случае они не выходили за рамки слов отца, получается. Здесь, конечно, особую роль сыграл непререкаемый авторитет отца. Уже, например, Габдулла Буби, он сам отмечает то, что он уже 8-10 лет начал изучать очень серьезные книги, арабскую грамматику и очень много времени проводил в мадресе. То есть, когда обычные дети только начинали изучать азей, скажем, ислама, верообеждение, арабского языка, уже к тому времени у Габдуллы Буби был багаж, то есть он уже был впереди, получается, остальных детей. Так как он очень много времени проводил в мадресе, он оставил описание положения шагирдов в мадресе, получается, того времени. Но в то время существовала такая негласная борьба и противостояние между шагирдами джидистских и академистских мадресе. И он, чтобы люди не думали, что в джидидистских мадресе все настолько плохо, что там только изучают светские предметы, а вот сама суть ислама изучается в академистских, то есть в старых мадресе, по старой методике, где обучают. То есть он написал то, что вот шагирды в мадресе Тюнтер, это деревня, и Кашкар просили Хальфу, например, о помощи за стакан водки или употребляли опиум. То есть в то время, как бы, ну, это, наверное, среди шагирдов в мадресе было распространено. Он писал то, что в мадресе Ишбуби, даже в том мадресе, где преподавал его отец, практически каждый шагирд курил, да, некоторые ежедневно пили водку. Ну, вот он такое описание, как бы, оставляет. И старшие, получается, шагирды, Хальфы, они почти каждую ночь играли в карты на деньги. Вот. То есть он описывает, как бы, это в таком ключе, да, чтобы, как бы, люди не думали то, что вот в кадимистских мадресе дается ислам, а вот жидийских всего этого нету. Он говорит, то есть, как бы, он, то есть для него, ну, то есть было в то время, получается, бытовое такое мнение, то, что шагирды старых мадресе, они более набожны, а шагирды джадиди, то есть они очень испорчены. Ну, как бы, вообще в исламской среде, то есть, как бы, и такое мнение всегда есть, то есть даже, ну, просто даже вот в 90-е, 2000-е годы, то есть у нас, например, в нашем крае, юго-востоке Татарстана, в Знакаеве, например, в Октябрьске, в Альмитерске были мечети, были мадресе, ну, которые в свое время там арабами, турками, то есть были открыты, например, то есть там тоже даже среди просто элементарно верующих людей, то есть распространено, вот в этом мадресе лучше, там в этом, например, хуже, да, то есть там у арабов лучше, там у этих салафитов лучше, там и у этих хуже, например, да, то есть они, как бы, такие разговоры ходили. То есть, получив он первые первоначальные знания по классическим религиозным книгам, он становится хальфой, то есть старшим шакирдом и начинает помогать уже отцу в обучении шакирдов. Ну, это, наверное, тоже традиционный путь, путь детей, получается, мол, и имамов. То есть в первую очередь, конечно, то есть он начинает заниматься самообразованием и самосовершенствованием, в первую очередь он читает то, что ему рекомендовал отец и дядя. А дядя у него в этом плане был очень продвинутым, здесь вот он тоже упоминает то, что его дядя знал русский язык и грамоту, читал газеты на русском языке, которые доставал у попов. То есть, получается, как бы, ну, то, что они получали, то есть, как бы, они... И также он, например, упоминает то, что даже его дядя написал учебник по арабской грамматике на татарском языке, изучив географию. То есть для того времени, там, изучение географии, наверное, это какое-то в мадресе, ну, то есть для человека, то есть это все равно какое-то, как сегодня, например, там, изучать, там, не знаю, нейронные сети, там, искусственный интеллект, там, или машинное обучение, да, то есть, как бы, изучив, получается, как бы, географию, то есть он начал преподавать этот предмет в мадресе. То есть, получается, за очень короткий срок он изучает арабский язык, логику, калам, основоположение шариата и хадисоведения. Вот, то есть он, поэтому он в очень многих местах своих автобиографических упоминает про своего дядя, который очень, очень оказал сильное влияние на его развитие, получается. Вот, он также... изучает изучает арабские и пирсидские языки, восточную и татарскую классику, включая книги Шеребудина Марджани, Каюма Насири. То есть он также читал русские и турецкие газеты, особенно газету Тарджиман. Вот. И, например, Джамал Валидов, Джамаль Валиди, один из его учеников отмечал то, что Гаспринский и его газета Тарджиман, то есть они оказали огромное влияние на российских мусульман, да, то есть как бы открывались, получается, новые школы, благотворительные организации в разных уголках Российской империи, то есть развивалась, получается, как бы, литература на общетюрк, на национальных языках, получается, и также, например, Тарджиман, это как бы газета Тарджиман, она становится своего рода площадкой для обмена мнениями среди мусульман, и также для оккультурации, то есть и коммуникации, то есть российских мусульман, то есть те люди, которые имели возможность, то есть могли в то время писать, то есть они писали в газету, то есть и обсуждали, то есть какие-то, получается, идеи, то есть в 1890 году, когда ему исполняется 19 лет, он заканчивал, завершает учебу в мадресе и берет на себя большую часть работы по обучению шакирдов. Ну, здесь также вот упоминается, да, то есть вот на этом последнем, то есть он в свободное время решает алгебраические, геометрические задачи, то есть потом в 24 года он получает указ, который предоставляет ему право занимать должность мулы ему дариса и начинает реформу мадресе Ишбуби. То есть он все это начинает с благословения своего, то есть отца. В то время, также в 1895 году возвращается из Стамбула евро брат Губайдулла Мухаммад Фази, получается, это его вот родной брат. Он учился, он закончил ступень Ирдадию, это, получается, последняя ступень образования в Мулькей-Шахане, то есть это одна из самых известных учебных заведений, получается, Стамбула. Ну, вот я встречал тоже, как бы, информацию о том, то, что он еще два года учился в Сарбонне, ну, вот я подверждение пока этой информации не нашел, потому что после того, как он приезжает, его брат, он начинает готовить взрослых шакирдов, и, получается, отец полностью передает уже своим детям руководство мадресе, он сами так пишет, то есть то есть мы, как бы, реформировали систему обучения и постепенно вводили в учебную программу новые учебники, чтобы они, родители шакирдов, не заметили революции. Ну, то есть был переход постепенный, потому что, ну, как бы, мы себе даже понимаем, да, даже сегодняшний, если мы возьмем, там, мадресе Мухаммадья, если мы там, скажем, например, давайте введем какую-то, там, не знаю, просто географию ислама, например, да, там, или геополитику ислама, например, скажем, давайте введем такую дисциплину, это в любом случае вызовет какой-то протест, да, со стороны, там, и руководство мадресе, там, и родителей, и самир шакирдов, может быть, зачем это все нам надо, да, например, здесь тоже такого рода, чтобы не было недовольства, а в то время, как бы, люди, они очень, как бы, ну, следили за тем, да, особенно родители детей, которые отдавали в мадресе, получается, то есть они, им очень важно было, чтобы, как бы, дети получили классическое исламское образование, то есть Габдулла Буби сам в основном обучал богословским дисциплинам и языкам, например, его, один из его учеников, то есть Алиев, вспоминал, то есть Габдулла Буби преподавал мадресе арабский язык, богословие, философию, религии, логику, то есть он внес много нового в обучение этим дисциплинам, он полностью вел эти предметы по своим учебникам, то есть он учебники составлял сам, получается, то есть который он очищал от мусора, схоластики и софизма, ну, то есть не нужных каких-то размышлений, каких-то философских рассуждений, которые от Калама, да, то есть такого рационального рассуждения с приемами, то есть основываясь на какие-то богословские аяты, хадисы, источники ислама, то есть получается, вот. Вот он пишет то, что они отказываются от некоторых старых книг по этике, например, да, то есть и начинает обучать там искусство дискутирования. Они, получается, в медресе полностью вводят понятие уроков. Если в старых медресе, например, они учились всего один час в день, и система как была устроена обычно, да, то есть и даже сегодня в некоторых медресе, особенно в Турции, вот я встречал, да, то есть люди как обучаются в медресе, они получаются в руки одну книгу, и ему говорят, вот тебе полгода, вот у салафитов тоже, да, то есть если вы посмотрите, например, у того же постоянного комитета Саудовской Аравии, да, то есть у Фаузана, там, и других, и матхалитов тоже, например, которые в северной Африке, да, то есть у них, в принципе, существует такой же, как бы, он такой же традиционный путь становления, ну, скажем, там, религиозного лидера, да, то есть мусульманского, то есть они изучают просто книги, это концентрический способ, когда все идет валом, 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 накапливается, то есть и человек таким образом этот, ну, этот метод Канбана, да, то есть который вот в Тойоту использует, ну, так, то есть это круглосуточное, то есть это круглогодичное, то есть обучение, да, то есть дается книга, изучается следующая книга, третья ступень, то есть ступень третья книга получается, и таким образом, вот, они полностью уходят от этой системы, то есть они упорядочивают, получается, ну, они составляют учебную программу матрасе, не только мужскую, и женскую, получается, потому что, ну, Габдула Буби очень много внимания уделил тому, чтобы именно женское образование развивалось, потому что одна из его идей, то есть у него в трактате «Женщина», например, он говорил, то, что если половина нации будет необразованной, следует, что мы будем ожидать от другой половины. А мать, мама, то есть она главный воспитатель детей, ну, да, то есть она воспитывает детей в основном, то есть она занимается с детьми, и поэтому воспитанием и образованием, и поэтому мы в первую очередь, то есть он говорил то, что должны быть воспитанные, то есть образованные женщины. И его жена, получается, Хусни Фатима, то есть и Махлиса, то есть получается, и сестра, они вечером у Гамдулы Буби брали уроки, он их обучал, и еще несколько старших шакирдов хальф, которые там у них были, помогали, их там было 6-7 человек, то есть он их по вечерам обучал. Уже на следующий день они обучали тому, что обучились вечером уже в женском мадресе. То есть понятий в то время тоже в женском мадресе не было, потому что просто они учались у Абстая, то есть это у жены, получается, и мама. Ходили домой просто, то есть она там, это даже, например, у нас в современном, ну вот я в 92-х тысячные годы, например, помню, у нас, например, в деревне, у нас деревня, наверное, очень такая отдаленная, то есть на границе там Мариэл, получается, сошел. У нас тоже, например, многие девочки, то есть они ходили просто домой к Абстаю, то есть жене, получается, и мама, то есть и там просто обучались определенным там сурам, чтению Корана, таджвиду, да, то есть как бы, ну обучение было таким образом. А здесь уже Гудула Бубе полностью реформирует и делает это своего рода таким организованным учебным процессом, ну то, что мы в образовании называем, да, то есть есть программа, есть определенные предметы, то есть название этих предметов, определенное, то есть определенное количество часов, то есть сколько они там это должны изучать, то есть есть количество уроков. Он вводит, например, такое понятие там класс, например, да, то есть они в начале, получается, 20 века там строят на 12 классов медресе, то есть как бы, ну для того времени, то есть это тоже как бы новшество, да, то есть как бы это сегодняшнее вот как 11-летнее образование. То есть получается они еще это образование делят на ступени, то есть это получается у нас Иптидаия, то есть с арабского начальное образование, это 4 года получается. Потом рждия — это вторая ступень образования. Это неполное и среднее образование по-нашему, да, то есть и получается ирдадия — это высшая ступень образования, это высшая как бы… Ну, здесь получается 11, ну, 10-11 класс, и плюс еще, то есть как бы считается как high school, да, то есть на английском. Вот. Вот. Так. Так, потом в программу вводятся такие предметы, как история ислама, толкование Корана. Очень интересно, да, то, что как бы, несмотря на то, что как бы шакирды обучались в мадресе, они не изучали толкование Корана, комментарии Корана. То есть Коран — это считалось какой-то священным свитком, которому там нельзя было как бы дотронуться обычному там верующему человеку. Вот. Ну, а здесь, получается, они брали аяты, то есть брали сам Коран, брали фрагменты, толковали его, да, то есть еще изучали причины неспослания аятов, да, каким образом. И уже из этого они выводили хупмы. То есть многие современные исламские движения, они используют точно такой же подход. Например, братья-мусульмане, ну, когда вот 2000-е годы у нас в Казани, то есть сюда приезжали, например, они как, например, делали, они имамы, то есть они просто открывают Коран, да, то есть они читают любой аят и дают этому аяту там свое толкование, получается, каким образом они его видят. Ну, здесь немножко тоже такой подход, да, то есть получается, ну, это, наверное, подход Мухаммеда Абдо и Джамаля Дина Аль-Афгани, да, то есть это вот египетских реформаторов, получается, то есть и Шаха Валиуллаха Дахляви, да, то есть вот как бы, ну, это которые считаются в исламском мире, то есть с такими реформаторами, то есть ислама. Вот, хадисоведение, это не просто изучение хадисов, да, а именно уже классикацию там хадисов, то есть они с какими цепочками, то есть они идут, там вот аватарь достоверные, недостоверные, с одной передатчиком, например. Алгебру изучает, что интересно, да, там Мадресе, алгебры, например, да, то есть это как бы сам Габдулла Биби очень любил алгебру и геометрию. Зоологию, ботанику, физику, химию, астрономию, еще французский язык. То есть Мадресе, начале 20 века, деревенском, да, то есть изучает там французский язык, потому что брат, получается, Губайдулла, то есть он очень хорошо знал французский. Это, видимо, возможно, вот он в Стамбуле как раз изучал это влияние на французов, да, то есть потому что там очень было сильное, ну и немцев, французов, англичан, то есть это когда больной человек в Европе уже умирал. Вот, одновременно, то есть про женское Мадресе сказали. Так, нововведение, получается, в жизни деревни он вводит. В мечети устанавливаются ящики для сбора пожертвований наподобие, то есть как христианство, христианство же есть, да, получается. Габдулла Буби пишет то, что это, возможно, один из первых ящиков для сбора пожертвований, который был установлен в России, в Российской империи тогда, получается. Все в мечети, все пятничные проповеди проводятся на татарском языке, а до этого все проводилось на арабском языке, то есть Габдулла Буби, он специально для этого написал трактат, правильно ли читать проповедь на татарском, то есть на татарском языке, да, потому что для мусульманина того времени, да, то есть как бы сказать, мы сейчас будем проповедь... Ну, вообще сама по себе хутба, проповедь, она состоит из двух частей. Это, получается, сама проповедь, и вторая часть – это проповедь хутба на арабском языке, то есть вот эта часть арабского, которая на арабском языке, которую у нас тоже в татарстане сейчас читают, да, таким образом, то есть она обязательно должна быть, получается, по сунни пророка, вот. А первая часть – здесь основная цель – это на задании прихожан, да, то есть если есть какие-то актуальные темы, они, получается, это все разбирают, и таким образом, то есть они эти темы имам, например, объясняют, там, появление ковида, например, да, то есть что делать в таких ситуациях, согласно там, согласно там сунне, например, да, то есть, ну, согласно исламу, например, да, в таких То есть как бы, ну это в исламе, например, это все очень четко расписано в хадисах, да, например, что делать в таких, когда распространяются какие-то болезни, например. То есть он все это говорил, то что если мы хотим, говорят, образовывать наш народ, да, то есть каким-то образом, который люди, тратя столько своего времени, приходят в обед, например, и мы им читаем просто как какую-то курицу, просто там кудахтаем, да, которые какие-то непонятные для них буквы, это будет с нашей стороны, это будет неуважением по отношению к верующим, да, то есть к прихожанам. То есть и поэтому он таким образом, то есть сказал, то есть начал проводить, то есть все худбы там в татарском языке, чтобы народ понимал. То есть в деревне было построено большое здание мадресе, то есть с большим залом, и 12 классами там даже был гимнастический зал, то есть шакирды занимались гимнастикой. Вот в 17-м году в здании мадресе состоялось первое, получается, театрализованное представление. А, ну, мусульманину сказать, ты сейчас будешь участвовать в театрализованном представлении, даже сегодня некоторым, да, ну, тебе скажут, ты что там, с ума сошел, да, какой театр здесь, какая там пляска музыки, например, да, там, ну, как бы для них, для их сознания, то есть религиозного, да, то есть это вообще неприемлемо. А здесь получается концерт со спектаклем, который ставили, здесь ставили только шакирные мужчины, да, то есть здесь как бы Габдулла Буби, он писал то, что он вот эту границу между половую, да, то есть он не переходил, для него это была красная линия, получается, то есть чтобы не смешивались, получается, мужчины и женщины, потому что если еще мужчины и женщины смешивались бы, да, там, в спектакле, там, или, то есть для него это было, ну, вообще, ну, он для себя просто там ставил бы приговор, да, и кто-то там, если из таких фанатичных, там, не знаю, идей, если это все узнал бы. Потому что случай был, когда в 1917 году, когда они вышли с девушками, то есть шакирдами и, получается, шакиртками, да, то есть когда вышли на празднование 1 мая, еще многие девушки вышли в то время, то есть с открытыми лицами, то есть там руководители города, куда он уже переехал, да, в 1917 году, они просто вынесли ему такфир, и его потом охраняли, да, то есть как бы мусульмане сами же от мусульман охраняли, и поэтому он вынужден был потом покинуть, получается, этот город. Вот так. Так, литературные и научные вечера становятся частью повседневной жизни мадресе, свободное время, шакирдами, гимнастике и спортом. В классах обязательно были парты и стулья, то есть в мадресе тоже такого не было, да, все сидели на полу, что-то изучали, и главное, он тоже вот описывает то, что, например, если там здание, ну, скажем, зал мадресе, там большая комната, например, в этой комнате могли сидеть 15 человек, например, и заучивать Коран, например, да, то есть вслух, получается, ну, можно понять, да, то, что какой там шум и гам стоял, да, то есть и что там вообще можно было изучить, вот. Это как сегодня в школах, да, там по 30 детей, там они все галдят, шумят, то есть и после одного урока уже там голова начинает куда-то улетать от их шума, вот. Вот. Потом собранные средства закета, они начинают расходовать на общественные нужды. В исламе закет, он расходуется закет, это получается ежегодно, ежегодный доход мусульманина, который он должен расходовать на 8 категорий лиц, которые описаны в Коране. И они, закет, он дается только на индивидов, на индивидуально, ну, то есть просто отдельным категориям, получается, людей, которые в Коране описаны. А здесь Габдулла Буби, ну, одно из как раз категорий людей, там говорится, фи саби лиллях, то есть на пути Аллаха, да, то есть он это все комментирует, то есть он говорит то, что мы можем средства закета, это все расходует на общественные нужды, например, построить школу надо, построить мост, например, да, то есть он это комментирует, то есть в исламских странах, вообще в исламской фиге это не разрешается. Он это объясняет тем, что мы живем, говорят, в немусульманском окружении, то есть, и следовательно, нам нужно каким-то образом, чтобы, например, оплачивать, например, преподавателям, например, мадресе, то есть содержать мадресе, да, то есть как бы обучать девочек, например, то есть покупать какие-то учебные принадлежности, то есть это все нам надо каким-то образом содержать, и он говорит то, что мы эти деньги, собранные закета от мусульман, можем расходовать на общественные нужды, то есть то, что нужно на нужды общины. А в то время вот Габдулла Буби тоже пишет, каким образом деньги закета, там же не было никакого там бухгалтера фонда закета, да, который сейчас сегодня есть там. Там, получается, какой-то богатый человек в деревне говорил, вот на такой-то ярмарочной или на площади, там, деревни или какого-то там поселения, да, говорил, я буду раздавать деньги за кета. И, получается, человек, который чувствовал себя нуждающимся, просто приходил туда и забирал там часть, там, там, каких-то там денег, да, то есть там, не знаю, подроспись, не подроспись, я не знаю, конечно, да, то есть, и, получается, Габдулла Буби пишет то, что очень много людей таким образом, да, то есть там бездарь, там, лентеет, которые никчемные люди, то есть он так пишет, да, то есть просто приходили, деньги забирали. А реально нуждающийся, то есть он говорит, человек не придет так, например, да, потому что как бы, ну, у него все-таки есть там, не знаю, ну, такая хорошая гордость, да, то есть как бы, ну, там, честь какая-то, да, чтобы, ну, очень, говорит, сложно, говорит, человеку при всех людях, например, да, то есть, который там очень мало зарабатывает, прийти и вот эти деньги брать. Так. В 1908 году устанавливается плата за обучение в Медресе. Это тоже нововведение. В то время Медресе было бесплатным. В том же году открываются трехмесячные курсы по подготовке преподавателя. И это все работало неофициально в форме в то время. Он, они, получается, с округи собирают всех учителей, и на этих педагогических курсах дают даже сертификат, там у них есть какой-то, да, то есть то, что преподаватели прошли обучение. И даже, если не ошибаюсь, потом на эти педагогические курсы, они из земства договариваются, чтобы земство им выделяло деньги. И часть содержания Медресе, получается, будет покрываться за счет как раз этого, за счет государственных денег. И, если не ошибаюсь, то есть как раз перед закрытием их свидетельства о прохождении педкурсов, то есть они начинаются приниматься как раз госчиновниками. То есть там говорят то, что если вот есть свидетельство от имени Медресе Ишбуби, то это все хорошо, да, там вы можете преподавать, то есть получается. Вот. Ну все, конечно, да, то есть это остается… Ну нельзя, когда слава, получается, по всей округе распространяется, так, конечно, такой большой интерпрайз, да, дело, то есть нельзя там скрыть каким-то образом, да, то есть все начинают говорить про это Медресе в округе. И вот особенно активизируются мулы-экадемисты. Они считают то, что согласно исламу там музыку нельзя слушать, а Габул Абуби, наоборот, в проповеде своей доказывал то, что музыка, она ничего не имеет, никакого отношения к вере, да, то есть и она с точки зрения шариата, то есть, ну, как бы с точки зрения ислама, Корана, хадисов, то есть нет никаких там прямых доказательств того, что там, например, музыка запрещена. Вот. Академисты, следовательно, то есть они на каких-то косвенных доводах, которые уже потом пришли, да, то есть начинают, получается, вот обвинять как раз Буби там и Джадидов в том, что они там извращают ислам. Вот. И один из таких там известных округи, получается, Ишмухамедов, Дин Мухамедов, да, то есть или по-другому просто Ишми Ишан, из деревни Твинтиарда, да, который он тоже оставил описание этого Мадресе, пишет, получается, один из первых доносов в 2009 году, он пишет то, что обучение Мадресе Ишбуби вредит властям, и там идет антиправительственная пропаганда, и как раз в это время устанавливается негласное наблюдение за школой. Ответственным, получается, за сбор информации, это жандармский ротмистр Мудагозки, это помощник начальника Вятского губерния, жандармского управления. Мудагозки в 1907-1908 году как раз был назначен, ну, был отправлен в Вятскую губернию, а он считал то, что там, где есть мусульмане, там обязательно должен быть пан-исламизм или пан-тюркизм. Вот, собирается очень много материала, там десятки томов, да, опросов, свидетелей, то есть как бы, и в ночь с 29 на 30 января, получается, он приезжает в Ишбуби, там семью с тоновыми приставами и сотней конных стражников, получается, в Мадресе, то есть у преподавателей в доме Мадресе производятся обыски, допросы, и, следовательно, преподавателям Мадресе их обвиняют в пан-исламизме и пан-тюркизме. Вот. 30 января, то есть их переводят из полицейского участка в тюрьму. Габбулла Буби тоже очень подробно оставляет описание, как он жил в тюрьме. Он говорит то, что там была очень хорошая женщина, если не ошибаюсь по фамилии Кривоногова, то, что она очень помогала ему там доставать перо, ручку, и большинство его воспоминаний как раз написаны, когда он сидел, ну, во время, когда шло, получается, следствие и когда был в тюрьме. Вот. И он говорил то, что можно за любые, ну, в тюрьму можно принести любую вещь за определенную там сумму, за определенное там вознаграждение, получается. Они там, ну, можно сказать, просто занимаются самообразованием, самонамечением и просто пишут свои мемуары. Как раз вот эти автобиографическая часть, она сохранилась в виде сборника рукописи Габбуллы Буби, который хранится в отделе редких книг и рукописи. Вот. Но из-за того, что… То есть это было, ну, дело очень, как бы, ярко освещено в СМИ, то, что была там поймана банда понесламистов, понтюркизмов, да, то есть, но, несмотря на то, что оказалось то, что, как бы, доказательная база, она, то есть, оказывается очень слабой, и то, и вот, получается, его обвиняют по трем пунктам. Это за допущение надругательства шакирдов над портретом царя в школе. Габбулла Буби пишет, как бы, ну, мы же не можем, говорит, там, каждого шакирда, да, то есть, как бы, контролировать, ну, какой-то шакирд, получается, тем более, если… Это как сегодня, например, взять портрет, там, Путина, наверное, и растоптать, да, там, кто-то потом донесет, там, и вас, например, там, обвинят в каких-нибудь грехах. Ну, то есть, это как бы, вот, если сравнение, как бы, провести. Здесь его обвиняют. Следующий пункт — это антиправительственная пропаганда среди шакирдов и сбор пожертвований на турецкий флот. То есть, это основывается на опросах местных полусажителей, жителей деревни Ишбуби. И 139 пункт — это девятая часть истины. Я, наверное, сейчас прочитаю ее. Сейчас я найду. Так. Что он пишет? Девятый. Ну, главный документ обвинения, по мнению Ратмейстера, это очерки Габдулы Буби. Он считал, что его сочинение истины и деятельность его последователей свидетельствует от стремления понесламистов. Ну, вот Буби пишет, да, то есть, это переводчика Катанова на русский язык, то, что сохранилось в деле уголовном. Правительство и правительственные учебные заведения уничтожают всякую свободу. Их никто не одобряет. За исключением воров и испорченных людей. Ну, это как Навальный, да, сегодня говорит, например, да, то, что этот, там, или фонд расследования в БК. Муфтия нашего избирают попы русские. Муфтия же должен представлять высшую инстанцию, разрешающую все религиозные недоразумения, не поддающиеся толкованию молк. Муфтия является представителем всех мусульман и должен быть охранителем всех мусульман. Каким же он может быть нашим представителем и как он может разрешать вопросы шариата, раз он назначен правительством. Так назначенный правительством Тевкель способствовал взять ее в солдат Башкир. «Правительство русское взяло у нас в Казань, уничтожило наше ханство, насильно крестило татар, отняло наши права, а потому это правительство является самым злейшим врагом нашим. Никакой человек не должен идти помогать русскому правительству, а в особенности мусульманин, напротив, каждый должен стараться разрушить его могущество. Это правительство, чем делается сильнее, тем еще более притесняет нас и нашу религию». Ну это как сегодня, да, то есть человек что-то написал, и его обвинили там экстремизмом, терроризмом, ну например. Ну это как бы, наверное, параллели можно привести какие-то, получается. Вот. Суд состоялся 28 мая 2012 году, процесс суда был закрытым, туда разрешили только войти женам и детям, но они отказались. Заседание, получается, длилось с 9.30 до 12.00 ночи. Там опросили все свидетели. В проговоре, получается, было указано, губайдулэ, буби, то есть брату положено два месяца, хотя там изначально им полагалось там около 10 лет, 15 лет. Ну там очень большие сроки были, да, то есть тюремное заключение. А губайдулэ шесть месяцев. Учитывая то, что они уже какое-то время провели... То есть в тюрьме, да, то есть как бы... Вот губайдулла буби, то есть он только два месяца провел, да, то есть а губайдулла шесть, получается. В феврале он выходит из тюрьмы после возвращения в деревню, то есть ему было запрещено занимать должность, мол, и руководитель школы, да, то есть в апреле он посещает сестру Мухлесу в город Тройск. Она уехала в 1912 году в Тройск пропадовать, получается, женское мадресе. Летом 13-го года вся семья проводит из Жбуби. В это время он получает приглашение из китайского города Кульджи. И 25-го... То есть изначально у него там несколько вариантов было, то есть что делать, да, то есть после освобождения. Но он, получается, с семьей приезжает... Ну, они решают, принимают решение переезд, получается, в Кульджу. И сразу, практически, буквально через неделю после переезда, то есть они начинают преподавать в местной школе. Его супруга, пусть не Фатима, и младшая дочь Сидика, то есть проводят занятия в женской школе. А по вечерам, то есть получается так же, как и было в Мадресе Ишбуби, они получают свое образование по вечерам. 1 мая... Ну, еще Габдулла Буби там реанимирует сообщество, общество мусульман, разные благотворительные фонды в поддержку строительства, получается, школы. Ну, наверное, это даже мадресе нельзя называть, да, то есть как бы, ну, получается уж прообраз современной школы. И в 17-м году он вместе с семьей вынужденно покидает Кульджу. Вот как раз тот случай, да, когда они идут вместе со всей школы на празднование 1 мая, там девушки, там многие без, получается, а там многие паранжу тогда носили, именно еще лицо даже закрывали, да, то есть и Думгане там, и ульгуры, да, получается, то есть у них в этом плане очень жестко было, еще более такое традиционное, то есть архаичное было, то есть общество, да, то есть патриархальное, то есть, а здесь, получается, ну, на улицу выходят девушки, там мадресе из глуби, и все без, как бы, получается, ну, с открытыми лицами, то есть уже сама даже идея там открытия лица, она считалась таким этим крамольным. И здесь, получается, он, а ему вносит такфир, и он вынужденно оттуда уезжает, то есть его охраняет, его проводят до границы. С 1 по 30 мая, то есть он проходит всероссийский мусульманский съезд, и там впервые выбирают муфтия. На этом съезде Галимджан Боруди занимает, получает 292 голоса, Габдула Буби 257 голосов, но должность муфтия занимает Галимджан Боруди только после того, как он встречается с Габдула Буби и получает его разрешение, ну, потому что с точки зрения голосов, да, то есть как бы у них примерно оно получается равное. По возвращении Габдула Буби его восстанавливают, его ученики в правах, но он уже больше не занимает духовные должности, да, то есть мулы, имама, получается, мудариса, мудриса. В середине августа они приглашаются братьями Яушевыми вместе, то есть в Троиск, то есть специально для этого Яушев, старый синьер, да, то есть приезжает туда в этот, из Буби, чтобы Габдула Буби позвать, чтобы он заведовал в Мадресе. Ну, оказывается, когда Габдула Буби приезжает в Троиск, то есть бывшие руководители Мадресе, они, оказывается, все еще работают. Он очень разочаровывается, да, то, что его вроде так пригласили, и он должен был заведовать Мадресе, и это Мадресе сделать одним из таких известных. Вот, и Габдула Буби говорит, вместо того, чтобы ссориться с учителями, я лучше, как бы, доработаю этот год и обратно вернусь в этот, видишь, Буби. Ну, как бы его такая, получается, нравственная позиция, да, то есть, и он, как бы, ну, немножко испортив отношения с Яушевыми, да, то есть, отработав вот этот учебный год, то есть, она обратно возвращается из Буби. Вот, ну, уже в это время, получается, летом территория, она, Агресской области, она становится, Агресского района, она становится территорией, то есть, ожестоященной бордой между противниками и сторонниками новой власти, то есть, Буби отмечает то, что только за один год, там, в пять раз в деревне меняется власть. То есть, самые активные сторонники советской власти – это бывшие ученики Габдула Буби, получается. То есть, они, и сам Габдула Буби специально в округе проводил своего рода собрания, семинары и разъяснял муллам и людям, то, что, как бы, мы всячески, любым способом должны поддерживать советскую власть, потому что советская власть и декреты советской власти, да, вот первые декреты, то есть, о труде, там, получается, освобождение женщин, то есть, как бы, вот. Потом он инициирует в крае движение красных мол, то есть, с целью привлечения на сторону советов татарской интеллигенции. То есть, и в Ишбуби, получается, были организованы совещания татарского духовенства Агресской области. Также в Ишбуби была восстановлена школа, ну, медрессе, то есть, она школа, да, то есть, как школа второй ступени, получается, да, то есть, первая и третья, она отпала, да, но вот с октября 2020 года, то есть, там начали функционировать трехгодичные педагогические курсы по подготовке уже таких учителей с детских предметов. В деревне также был организован образцовый детский приют, есть даже газеты, то есть, про это писали, да, то, что там дети очень ухоженные, то, что за ними смотрят, их там воспитывают, у них все есть, и игрушки есть, и учебные принадлежности, ну, прям, ну, Габдулла Буби там хотел показать, да, то, что вот, как бы, ну, таким должен быть, да, приют своего рода, то есть, визитная карточка, то есть, получается, вот, советской власти, ну, советов, получается. Вот, 7 февраля 2022 года, то есть, он покидает этот мир по причине обострения болезни, да, похоронения, то есть, ну, говорят, то, что когда он сидел в тюрьме, в холодном помещении, то есть, он тоже про это пишет, то, что, возможно, он там подхватил туберкулез, вот. И одна из причин, почему он уезжает в южные края, это, возможно, из-за того, что нужен был теплый воздух, да, потому что вот так, то есть, это жизнь получается. Ну, даже просто имея, ну, видя, то есть, чем он всю жизнь занимается, да, то есть, можно немножко обрисовать, то есть, ну, его видение, да, какие, то есть, его взгляды были. Ну, наверное, перейдем к религиозным философским взглядам. То есть, в первую очередь, конечно, это его основной труд хатикат, истина, да, то есть, или правильный путь, то есть, он на, то есть, так и называется, хатикат яхут тугралок, ну, на самом деле, это не тугралок, это неверность, преданность, да, как многие переводили, потому что это старый татарский язык, в турецком языке дорулок, это правильный путь, да, то есть, и потом даже описание, название этого, как бы, труда, серии вычерков, да, доказывают то, что все-таки название — это истина или правильный путь, а не истина и верность, ну, как бы, истина и верность, или верность, ну, то есть, ну, я пока не меры переводил таким, потому что меня там исследовали, то есть, они переводили как верность, преданность, но все-таки дорулок, и в старо-турецком языке, османском, да, то есть, дорулок — это все-таки этот, это быть правильным, да, дорулмак, сейчас тоже говорят дорул, например, да, на турецком, например, то есть, дрыскшевул, да, то есть, яхшикшевул, да, то есть, дрысилдамбар, а в арабской терминологии, вообще богословский, это называется сиратуль маста'ким, то есть, истикама, да, то есть, это правильный путь, он про это тоже пишет, да, то есть, про истикама, то, что это вот срединный путь, потому что, ну, то, что сурри аль-фатиха каждый день там прочитывается, говорится, их динас сират аль-маста'ким, то есть, ну, наведи нас на правильный путь, да, то есть, который там любой верующий мусульманин в намазе проговаривает в день там, не знаю, по 30-40 раз, получается, вот, и это путь, это получается путь разума и путь веры, это срединный путь как раз, это путь ислама, то есть, вот он таким образом доказывает, да, то есть, он предлагает, получается, в начале труда отвечать на такие вопросы, как найти путь истины, то есть, в чем же он заключается, соответствует ли наш метод методу пророка Мухаммада, саллаллаху, алейхи вассалям, да, то есть, метод это, получается, тарика, то есть, есть в исламе и суфийское движение, такая вещь, такой, ну, такой термин, тарика Мухаммадия, то есть, это путь пророка, да, метод пророка называют, то есть, его иногда, и у салафитов цветов тоже есть, да, то есть, они называют это манхаджем, да, то есть, или усулим, то есть, методом пророка, да, то есть, как бы, ну, просто в разных направлениях ислама по-разному называется, то есть, манхадж — это как источник, да, то есть, ислама, да, то есть, вот, А здесь он пишет, являемся ли на самом деле мы теми людьми, которые себя называем мусульманами, на самом деле мусульманами. Все-таки, может быть, мы сами на самом деле отошли от ислама. Потому что он пишет, посмотрите, первоначальная община Мухаммада. То есть они получали знания, они нанимали даже язычников, курайшитов, чтобы они обучали мусульман письмо, каким-то наукам. Или там пророк Мухаммад отправлял даже в Китай или в далекие края, например, Византийскую империю, изучать какие-то труды, например, греческих философов. А сегодня мы какими-то мусульманами являемся? Мы наоборот все запрещаем. Следующий вопрос. Допустимо ли исследовать мнение ученых предыдущих поколений, оставляя размышления над кораническими аятами? То есть мы говорили, что он толкование Корана вел. То есть в исламе вообще и даже сегодня среди очень многих мусульман, тех, которые там традиционными себе мусульманами называют, ну, толковать самому Коран, да, то есть это считается каким-то кощунством, да, то есть он говорит, нет, любой человек может открыть Коран, сам его может понять, да, то есть это доступно любому человеку, потому что Коран был несползован на все времена и на все поколения, и на все географические ареалы. Вот так. Ну, он так пишет. Вот. А в то время, получается, особенно в суфизме и шианизме, да, очень бытовало мнение, то, что если человек встал на путь ислама, он обязательно должен следовать по пути своего шейха, духовного наставника Муршида, да, то есть там Муршид, и это духовный наставник, получается, шейх, да, то есть шейх Улислам, не шейх Улислам, вот, и его получает ученик Мюрид, это то, что мы сегодня в Кавказах, на Северном Кавказе видим, да, то есть когда, ну, вот я когда даже был в Болгарской исламской академии, да, то есть они, ну, для них это шейх, там Муршид, это самый главный человек, да, то есть отойти от пути там этого, значит полностью отойти от пути ислама. Вот. Потом следующее. Каким образом расходовать и кому направлять средства закаты в наше время, да, то есть он пишет, какой смысл заключения выражения на пути Аллаха в аяте, о закате, например, да, предписывает ли Аллах следовать шариатским решениям безрассудно, можем ли мы просто, например, там, он приводит, там, аят есть, например, да, убивайте неверных, где вы находили. Это тот аят, который там, сегодня там многих этих мусульман за экстремизм, там, этот, то есть он что это на самом деле означает, да, то есть он полностью это все растолковывает, да, то есть, то есть, или, например, все неверующие являются наджест, да, то есть, ну, грязными, да, то есть, вот, это не означает то, что дословно, да, то, что там они являются грязными, да, то есть это означает то, что с точки зрения ислама, то есть они из-за того, что не совершают просто омовение перед этим, то есть, и поэтому они не могут совершить, там, ну, намаз не совершают молитву, то есть каноническую, то есть, и, следовательно, мы не можем их, ну, как бы, с точки зрения, то есть, в то время средневекового ученые ислама, поэтому они буквально тогда трепетовали. А во время первой времена, говорит, он доказывает, что это не было на самом деле так. И, например, если было какое-то шариатское постановление, которое 400-500 летнее, то есть должны ли мы вообще следовать этому постановлению какому-то, например, почему мы люди через 400 лет, 15 лет, это как в европейской реформации начиналось, европейское посвящение, когда Вольтер, он очень много Вольтера, между прочим, тоже Гидро, Вольтера, получается, Вольтера, он французских философов цитирует. Хаки Катте тоже есть две цитаты, если не ошибаюсь. Должны ли мы исследовать люди уже более просвещенные, более знающие, образованные, людям, которые там жили 500 лет назад? То есть он говорит, нет, у нас, это вот когда изучают европейское просвещение, у Вольтера Рассела, то есть это история западной философии, то есть он тоже там показывает эволюцию взглядов, получается. И он тоже показывает то, что с каждым временем накапливаются знания, происходит аккумуляция, и таким образом люди, они как бы более поздних поколений становятся более образованными, более умными, то есть вот. И он тоже придерживается, получается, такой позиции. Каким должно быть отношение мусульманина к материальному достатку? Да, то есть, а вообще суфистских, даже сегодня, да, там Северный Кавказ, да, если даже турецкие религиозные движения мы возьмем, то есть отказ, аскетичный образ жизни или зухт, по-другому их называют захидами, да, то есть которые, ну, такие мистики, ну, люди, которые ведут аскетичный образ жизни, то есть это является эталоном, да, то есть как будто своего рода, то есть. И он говорит наоборот, в исламе, да, то есть богатство, материальный достаток является показателем того, то, что человек очень успешный, очень много работает, и такой мусульманин по отношению к мусульманину, который находится в бедственном положении, он намного лучше, его положение перед Аллахом, потому что этот человек дает больше, чем забирает. А в исламе есть хадис, например, да, то есть дающая рука всегда другим людям, она лучше, чем рука, которая берет, да, то есть есть такой известный хадис. Ну, вот чем отличается шариат от религии, да, то есть он очень тоже разделяет, то есть для него традиция – это что-то, которое было там 200, 300, 400, 500 лет назад, да, то есть, а религия – это все-таки индивидуальная религия, это естественная религия, да, именно в западноевропейском философском понимании, да, то есть то, что у человека есть внутри, то есть и то, что шариат, да, то есть эти вещи надо очень сильно отделять. И сейчас тоже, например, если даже мы Сюкенина, например, сегодня послушаем, да, то есть он очень тоже разделяет эти вещи, то есть исламский фикх, там, сфера, ну, это исламского фикха шариата, например, да, то есть там религии, то есть там очень разграничивают вот эти области, то есть границы разума, веры, то есть они очень четко ограничены, то есть размечены, получается. То есть он пишет, причина упадка науки и просвещения заключается в слепом следовании мнениям бездеятельных уже ученых, то есть он здесь имеет в виду ишанов, да, то есть ишаны – это особая категория людей, которые себя мнят набожными духовными наставниками мусульман, то есть продолжателем там поколений исламских вот этих суфиев, да, то есть, ну, скажем, своего рода мистиков, да, то есть то, что идет от имама даже Араббани, ну, вообще это движение исламских суфиев очень часто сравнивают с движением, то есть, которое пришло из индуизма, да, то есть из Индии, когда мусульмане арабских халифат начало завоевывать, получается, как бы, ну, вошли в эти земли, то есть очень много перекочевало в ислам, и вот мусульмане начали заниматься вот этой мистической культурой, да, то есть, как бы, и для них вот это состояние имама Араббани, то, что он называет вардат-ль-вуджуд или вардат-ль-шухуд, ну, вардат-ль-вуджуд, это получается, когда ты полностью, ну, там есть разные степени суфи, семь разных суфи, да, там, отрицание себя, своего нафса, там, желания, там, всего-всего этого, и когда человек все это достигает, он полностью происходит слияние с Богом, да, то есть, получается, с Аллахом, да, то есть, вот, это, это, вот это состояние считается, типа, в исламе самым наивысшим, он это привергает, после этого это вот имама Араббани, да, то есть, это его как раз концепты вардат-ль-вуджуд, а потом уже приходят уже другие исламские, получается, мыслители, да, то есть, они говорят то, что уже приходят там на эту замену вардат-ль-шухуд, когда этот человек, он обратно возвращается в народ, да, то есть, и это состояние является наиболее лучшим с точки зрения, и более правильным, например, вот, праведность, получается, заключается не в следовании традиций, а в пути счастья, предписанной исламом, он путь счастья, под путем счастья, он понимает путь материального благополучия, который, ну, который достигли европейские народы, да, то есть, он про это пишет, то есть, он, они говорят, мусульмане сделали большую ошибку, отказываясь от материального благосостояния и развития материальной культуры, материальных, ну, то есть, рациональных наук, в исламе это называется рационально, то есть, рельму-ль-аклия, да, то есть, рациональных наук, отказавшись от этого, да, то есть, и поэтому они проиграли, говорят, западному миру, то есть, а на самом деле, говорят, то есть, все европейцы, которые в свое время тоже отказались от этой мистики и сверхъестественного чудес, там, каких-то, да, то есть, они, наоборот, достигли материального достатка и стали одним из самых, там, цивилизованных народов, как бы, получается, мира, и мусульманам, говорят, тоже таким же образом, но он пишет то, что, ну, это как, между прочим, многие мусульманские и современные религиозные, лидеры религиозного движения пишут, типа, вот, современный путь Европы, да, то есть, ну, европейский путь развития, это на самом деле исламский путь развития, то есть, на самом деле, мусульмане должны были прийти к этому, да, то есть, ну, из-за своих ошибок, то есть, они вот оказались в таком плачевном положении, вот, потом, то есть, разум играет ведущую роль в поиске истинной счастья, да, то есть, то, что мы можем видеть, то, что у нас все описано, именно то, что в Европе называется опытом, верифицируемостью знаний, да, то, что знание можно воспроизвести, его можно подтвердить, как многочисленными опытами, да, то есть, это на самом деле, то есть, это вот, это то, что вот мы как раз, то, что это как раз является разум, да, это инструмент, который показывает, указывает нам истину и который нас приведет к успеху, да. Аяты Корана не следует трактовать фрагментарно и буквально извлекать ее смысл, изучать причины не с посланий, да, то есть, обязательно, то есть, он пишет, как и многие сегодня религиозные современные движения, то есть, пишет то, что Коран — это все-таки целостный текст, мы не можем какие-то аяты отменять, какие-то, наоборот, сделать более главенствующими, да, то есть, мы должны на самом деле следовать именно духу Корана, да, то есть, и это вот теология исламского освобождения тоже говорят, да, то есть, есть современные, да, и Тарик Кармадан, например, да, то есть, европейские, то есть, это вот внук этого основателя братьев-мусульман, да, то есть, они вот так говорят, и турецкие, между прочим, сегодня вот, которые Эрдогановской партии, то есть, у них это вот основа примерно одна и та же, да, то есть, вот это. Допускается расходование средств заката в пользу немусульман целью предрасположения их ислама, это то, что вот было отменено, да, то есть, раньше, например, праг Мухаммад, если мы из истории ислама знаем, да, то есть, он влиятельным руководителем курайшитского племени, получая своего племени, да, то есть, и другим поселением, то есть, он отправлял подарки, получается, и таким образом предрасполагал к исламу, ну, как бы так, как сегодня, например, да, один президент другому президенту, там, дарит подарки, там, или какие-то почетные звания, вот, или университеты дают, например, почетные звания, там, профессоров, там, каким-то зарубежным, например, исследователям, да, то есть, вот такого рода получается. Закат следует распределять согласно принципу справедливости и адресно реально нуждающимся, да, то есть, получается, справедливость, это вот мы, то, что есть Джона Роллза, теория справедливости, да, которым сегодня вся, наверное, англосаксонская культура, наверное, институты государства, да, и основывается на теории справедливости, да, то есть, ну, вот именно в таком понимании, да, то есть, Джона Роллза, получается, вот, и адресно, то есть, мы должны людям, ну, если человек реально нуждается, мы, на самом деле, ему должны помогать, а не тем, которые таким образом наживаются, вот, то, что мы сегодня около мечети тоже видим, да, какие-то люди непонятные, да, то есть, попрошайничают, там, их 5-10 человек, да, то есть, с точки зрения ислама, то есть, это, например, Шамиль Алюддинов тоже, Ильдар Алюддинов очень много, то есть, своих проповедей, то есть, упоминают, говорят, да, то есть, это, это все-таки давать садаку, милостину, да, то есть, давать какие-то, помогать людям, то есть, это не помогать этим людям, да, то есть, а помогать именно, например, человеку получать знания, человеку, например, там, женился, там, какие-то, у человека есть дети, он обучает детей, например, да, вот такого рода вещи, То есть цель закета — это не только распределение денег ради самой идеи раздачи денег, которую он описывал, как бои татарские, то есть, получается, собирали людей, просто раздавали кому надо, пожалуйста, берите. А поиск путей, улучшение благосостояния людей и их реализация. То есть это открытие школ, это какие-то благотворительные организации, которые людям в каких-то определенных жизненных ситуациях, например, помогают, оказывают какую-то адресную помощь, например, кому-то коляску по медицинским каким-то показаниям, то есть именно реализация каких-то проектов, чтобы людям на самом деле не надо давать деньги, а надо давать им работу, чтобы они этой работой получали, как бы, получается, зарабатывали себе на жизнь. Это, между прочим, про это писал и Мусааби Гиев, и Зияко Мали, тоже то же самое. То есть это у них тоже есть. То есть они примерно одинаковых взглядов в этом отношении. Завещание части имущества на общественные и национальные нужды. То есть наследники несут ответственность за прозрачность распределения средств спокойного. Вообще в исламе завещание человек, мусульманин может завещать одну треть своего имущества. Остальное остается таким наследником по родственной линии. Там все четко прописано в Коране. Поэтому Габдулла Буби говорит, вместо того, чтобы вот эти просто каким-то наследникам непонятным кому, ну не то, что непонятным, которые непонятно, каким образом эти деньги будут израсходовать, да, то есть лучше эти деньги давать на какие-то, на открытие школ, например, на содержание там учителей, на какие-то проекты, да, то есть можно завещать, то есть таким образом. Ну то есть, как и здесь с закатом, да, то есть как бы обязательно, если человек, говорит, одну треть своего имущества оставит на благо, получается, нации, это будет своего рода, в исламе есть такое понятие, сада хатуль джария, да, то есть милостины, которые продолжаются, да, постоянно, даже после смерти человека, то есть и это, получается, является такой, как бы, ну таким вкладом в общество, в людей, да, которые продолжаются и после этого его смерти. Человек, например, получил образование, да, обучился в каком-то, например, университете за счет средств, ну, например, ну, скажем, имущества, да, там, или человеку там вылечили, например, там, не знаю, какие-то болезни, да, например, человек там, получается, какие-то увечья были, например, и потом человек из-за того, что он все еще возносит благодарность Всевышнему, да, за то, что вот ему вот так помогли, таким образом, да, то есть вот все эти благие дела с точки зрения ислама, да, да, после даже смерти этого, этого человека, а мы знаем в исламе там правая и левая сторона, то есть это как бы, ну, кафе, то есть они называются весы, да, то есть они не закрываются у этого человека и после его смерти, получается, вот. Вот. И устранение кажущихся противоречий в аятах намного важнее, чем оправдание положения ханафитского масхаба. Ну, наверное, здесь сторонники традиционного ислама сейчас будут, наверное, очень, этот, много бить, да, то есть, может быть, это даже как бы такое, очень крамольная сейчас идея, да, то есть мусульманин не обязательно должен быть там в каком-то масхабе, да, это, между прочим, салафиты тоже говорят, там, адхалиты говорят, да, то есть, ну, так, да, потому что масхаб – это позднее наслоение в ислама, и мы все знаем, да, хадисы были с кодификацией второго источника ислама, хадиса, хадисов, да, то есть изречения пророка Мухаммада, они были только сформированы во втором, третьем, четвертом веках после смерти пророка Мухаммада, да, то есть, и поэтому, этот масхаб – это позднее наслоение в исламе, поэтому, понятно, масхабисты, да, сторонники масхаба скажут, там, очень много доводов, слов нету, да, то есть, как бы, ну, здесь это все принимается, да, то есть, можно быть и в масхабе, и можно быть и в немасхабе, но оставаться мусульманином, от этого вера человека, как бы, она не меняется, а меняется только там, он как руки поднимает, и там, не знаю, какую часть там головы, да, там, в шафиитском так, например, да, полную, а там, нет, например, в ханафитском, там, одну четвертую, там, в другом масхабе, там, полностью голову протирают во время, когда человек берет, там, ну, каноническое омовение, например, перед намазом, вот так, вот, то есть, для него все-таки важнее, да, чтобы, то есть, если они, все эти противоречия потом возникают из-за вот этих масхабов, лучше от этих масхабов, от идеи этих масхабов, лучше отказаться. Цель поста — это не только воздержание от принятия пищи, питья воды и половой близости, но и воздержание от дурных поступков и ощущения нравов. Это то, что тоже сегодня говорят очень многие современные исламские, ну, мыслители, да, то есть, какие-то лидеры движений, да, то есть, это не механическое просто воздержание, ну, у нас сейчас у Роза, да, идет как раз, у Роза и Рамазаная, да, то есть, вот, Татарлада получается. Вот, это не просто, там, отказался от еды, там, от сигарет, там, еще чего-то, да, всего, то есть, дневное время от половой близости, половой близости, то есть, она после захода солнца разрешается, то есть, вот, хотя первое время оно как раз, не было определенности по этому вопросу. То есть, ну, это воздержание от дурных поступков, да, то есть, человека, то есть, человек немножко должен усмирить свой пыл, там, свой характер, должен быть более благодушным, более дружелюбным, больше смеяться, да, то есть, как бы, улыбаться людям, то есть, поэтому в исламе там улыбка считается маленькой милостью, да, то есть, они понимают, вот, такое вот, как бы, даже, ну, грубо говоря, то есть, маленькие дела по отношению к другим делам, оно является, то есть, таким благим делом. Он пишет также, лучше отклонить положение хадиса, чем предписание аятов Корана, особенно если это хадис с хабару аль-Ахат. То есть, хабар аль-Ахат — это хадисы, это хадисы с одним передатчиком. Есть же у нас там мутаватр, там, скажем, достоверный, там, где 50, например, Машхур, известные хадисы, там, где 50 передатчиков, да, то есть, вот. А здесь, когда, например, он пишет в исламском богословии, ну, получается, возникло такое состояние, да, то, что какой-то хадис, грубо говоря, он отменяет там положение Корана, ну, какой-то стих Корана, да, то есть, с точки зрения логики, то есть, как бы, ну, это противоречит, да, как это может быть, например, какой-то коранический аят может быть там отменен хадисом. Этого быть не должно. Это то, что сегодня вот как раз и кораниты говорят, да, то есть, у нас тоже есть в Татарстане кораниты, вот они больше всего только опираются на Коран, а хадисы они вообще отбрасывают. Это тоже другая крайность, я считаю. Хадисы все-таки, они тоже, хадисы, разъясняют коранические аяты. И без хадисов очень многие коранические аяты вообще понять невозможно было бы. И человек просто читал бы, как этот, ну, как набор каких-то этих. Вот. То есть, аскетический образ жизни не является эталоном, а приобретение земных благ не порицается. А в исламе, ну, в то время, то есть, особенно среди ишанов, таких лжесуфьев, да, то есть, распространение было распространено мнение, то, что, наоборот, если ты богатый, значит, ты там этот, ну, нехороший человек, да, то есть, стоя богатство, надо этот распределять в пользу кого-то. Ну, то есть, ты должен делиться этими, да, то есть, а здесь, наоборот, говорят, буби говорят, то есть, мусульмане должны быть богаты. Ну, это как этот, я вот немножко провожу параллели тоже с этими, с протестантизмом, да, то есть, когда вот современное, ну, то, что вот Вебер пишет, да, то, что современная она культура, ну, то есть, возникание капитализма, когда он связывает с этими, то есть, ну, здесь, наверное, тоже какие-то параллели можно провести. В исламе дозволено все то, что не запрещено явным образом, а в исламе очень малые вещи, они запрещены явным образом, и поэтому он переворачивает вот это, да, когда многие мусульмане, наоборот, очень многое запрещают. Они говорят, нет, наоборот, говорят, в исламе все дозволяется, очень многое дозволяется, да, то есть, это вообще очень, там, там запрещен алкоголь, там, да, одурманивающие какие-то, не знаю, напитки, смеси, там еще что-то, да, то есть, там, свинина, и там несупружеская, там, там, всякая проституция, там еще что-то, наркотики, вот такого рода вещи. Вот, то есть, это запрещенные вещи, да, то есть, вот, они наяву. И дальше запрещенные нельзя придумывать. То есть, в исламе это один из основных богословских, на самом деле, принципов в исламском праве, да, то есть, вот, завещание является богоугодным делом, так как материально обеспеченные наследники лучше, чем те, которые пребывают в бедственном отношении, да, то есть, ну, он здесь это пишет про тех родственников, которые, согласно исламу, не получают каких-то, часть, получается, наследства. Ну, например, скажем, есть какая-то бабушка, у нее, например, есть какой-то дальний родственник, а он смотрит за ней, да, то есть, целыми днями. В итоге говорят, чтобы этого человека не обделить, да, то есть, лучше, то есть, часть наследства, одно треть, до одной трети, то есть, вы можете завещать, да, то есть, все-таки лучше, чтобы она оставалась с богатством, да, то есть, с наследством, чем те люди, которые не внесли никакого вклада в развитие, получается, ну, не помогли этому человеку. Потом Всевышний не возлагает на человека сверх его возможности, и он пишет, нет принуждения в религии, да, известный аят, получается, вот. Это, между прочим, то, что у нас вот эти все законы о свободе совести, всего такого, да, то есть, я вот параллели с этим провожу, то есть, кто что, на христианстве, то есть, тоже, я не знаю, как сейчас, как, не возлагает. То есть, человек, если, скажем, больной, он не обязан читать намаз такой же, как обычно здоровый человек. Если человек, например, ест какие-то, скажем, увечья, да, то есть, он может читать намаз в сиде. Если он не может сидеть в сиде, он может читать глазами. Если он уже и так не может, он просто может в лежащем положении, да, То есть человеку, он говорит, не надо напрягаться, то есть это как бы Всевышнему не нужна ваша такая мнимая набожность, показушная. То есть вы лучше внутри будьте такими набожными, а по остальным с другими людьми таким, каким вы есть на самом деле. Если человек не в состоянии выполнить какое-либо предписание ислама, освобождается от этого. То есть это вот то, что если человек не может соблюдать пост, в разу, то есть он не должен обязан соблюдать, если у человека язва, например, или у человека какие-то сердечные, например, инфаркт, например, перенес, то есть он не обязан. Он вместо этого может каким-то его образом восполнить, там фиды есть, накормить кого-то, еще что-то. То есть сохранение здоровья в приоритете, нежели выполнение религиозных предписаний. Он так и пишет, то есть сохранение здоровья более лучше, чем в этой ситуации, чем в выполнении религиозных предписаний. Всевышний не подвергает человеку наказание за его намерение. А мы знаем то, что в суфистских трикатах движениях, то есть есть такое, то что человеку даже плохо думать нельзя. Если человек, например, подумал о грехе, все, ему там надо зигарскать, где-то надо 50 раз, 100 раз, в этот день ему нужно прочитать дополнительные молитвы и там еще что-то, да, то есть он говорит нет. То есть человек, то есть пока он не переходит на уровень действия, то есть человек, он пока, ну, то есть не получает ничего плохого, да, то есть за это, с точки зрения ислама. Положение шариата о том, то что неповиновение одного человека приравнивается неповиновению всех людей, а повиновение одного человека, имеется в виду Всевышнему, да, послушание, достаточно для прощения грехов всего человечества, является ложью. То есть тоже в суфистских движениях, в исламских это распространено, да, то есть когда говорят, если вы одного человека там привели в ислам к тому, что он обрел там истину, ну, так скажем, то есть таким образом этого будет достаточно, да, чтобы все человечество спаслось, да, нашло спасение, то есть. Но, говорит, в исламе такого, говорит, нету. Это, говорит, не ислам, да, то есть, а в исламе есть индивидуальное, то есть как бы спасение, да, то есть если человек, он уверовал и прожил хорошую достойную жизнь согласно своей вере, да, то есть своим убеждениям, то есть вот этот человек, получается, наш, ну, найдет спасение там. И будет уже такие люди, будет спасшейся группой, да, которая есть в родисах, ну, там спасшаяся группа, называется, фиркатуль аль-манджия, называется, если не ошибаюсь, на арабском. Вот они, получается, будут спасаться в судный день. То есть народы, которые последуют по пути справедливости и эгалитаризма, будут развиваться и нанесут поражение своим врагам. Если прибегнут к тирании, придут в упадок и будут побежденные нации. Но здесь, я думаю, это было написано в связи с русско-японской войной, 94-го, 95-го годов, да, то есть, ну, здесь потому что здесь очень много вопросов войны, там у него тоже это обсуждает. Каким образом, когда можно нападать, например, как нельзя нападать, да, то есть кто является нейтральным, например, да, то, что, ну, он пишет, принято у цивилизованных, типа там европейских народов. Ну, конечно, у нас сейчас слово Европа и США стало очень плохим словом, да. Вот так, то есть если разум, это главный, единственный инструмент верификации знаний, Коран и Суна, это основные источники вдохновения, нахождения, то есть это вся духовность, это в Коране, то есть как бы Суне получается и размышления над этим. Экономическая, интеллектуальная отсталость мусульманской уммы – это плоды деятельности невежества, лжеученых, тех же вот этих Ишанов, да, которые… Он пишет, например, да, там многие ученые, расследовали настолько мелкие вещи, да, то есть в исламе, там, ну, там капля мочи после того, как ты сходил там в туалет, ну, попала там, например, ну, на ткань, да, на нижнее белье, например, да. В этом случае, например, у человека там, не знаю, то есть принимается, не принимается там молитва, да, там тахарат есть или тахарат, сколько шагов после туалета надо провести, там обязательно надо там 40 приседаний сделать, 40 шагов, да, то есть вот такого рода вещи, да, то есть про менструальный цикл пишет, Некоторые написали по 200 страниц про это, то есть у женщин, или послеродовые какие-то кровотечения. Зачем это все надо, когда это вообще никакого отношения к вере не имеет? Это все такие настолько мелкие детали, что это все надо, не надо на это обращать внимание. То есть токлит — это как раз причина стагнации и развития мусульман. Токлит — это слепое исследование, когда ты идешь по традиции. То есть говорят для тебя, что традиции важнее, вместо того, чтобы инноваций каких-то развивать. Расхождение во мнениях при решении богословских вопросов — это норма и не может стать поводом сомнения в вере мусульмане, и тем более привести к неверию. Ученые ислама очень часто расходились во мнениях. То есть то, что в исламе полтора миллиарда мусульман, и то, что все будут в разных мнениях, будут расхождение — это норма. Это так и должно, говорят, быть. В исламе нету-то какого-то единого, кроме верообеждения, конечно. И поэтому, говорят, даже между двумя основателями масхабов, между Абу-Ханифой и имамом Аш-Шафири, он пишет, то, что было меньше разногласий, чем между учениками Абу-Ханифой, Абу-Зуфаром и Абу-Юсуфом, он пишет. Это ученики Абу-Ханифой, да, получается. То есть между учениками одного масхаба больше расхождения, чем между основателями масхабов, получается. И поэтому, говорят, это нормально. В исламе отсутствует положение о необходимости следовать шефитскому Абу-Ханифу, то есть то, что мы говорили. Запрет на талфик — это позднее наслоение. То есть талфик — это когда смешение масхабов. Когда ты берешь одну часть из одного масхаба, из другого масхаба, да, то есть это вот, это позднее наслоение, это позднее мнение в исламе, говорят. То есть ишанизм, то, что мы говорили, следование духовным авторитетам, каким-то, да, мистическим лидерам, которые говорят, то, что они там слились с Богом, там, то, что они там каких-то шайтанов еще кого-то видят, там, они разговаривают с какими-то, ну, благочестивыми людьми. То есть это бич исламской уммы. Ну, это настоящее, говорят, бедствие исламской уммы, говорят эти люди. Вот на этом, наверное, все.